Киберпанк 2077 И цитата Вот GTA 5 это самая лучшая игра в мире Спасибо Марчин, мы поняли, что увидим Киберпанк нескоро Но теперь есть основания полагать, что игра будет крутой А не сделанный наспех, лишь бы бабла срубить Кстати про бабло, представляете? Sony зарабатывает на цифровых продажах больше, чем Nintendo со всех своих продаж Я конечно понимаю, что Nintendo не на пике успеха, но не настолько Думаю, что в новой консоли они вкладывают максимум усилий И вы заметили, что про Microsoft никто даже сравнений не делает? Как будто все забыли про Xbox А он есть, и он легитимен А недавно даже появились еще слухи, подтверждающие анонс новой консоли От редмондской компании на E3 Кажется, нас ждет яркая презентация от них Ведь каким бы ни было железо, софтверных обновлений нам тоже обещали немало И геймпад Обновленную версию геймпада Интересно посмотреть на ход Microsoft Они сейчас тоже в роли догоняющих Но что родные две компании особенно сильно Так это дерьмовые подборки игр по их подписочным сервисам в Мае У Sony я вообще ничего кроме Tropica 5 не знаю Моему стыду или стыду Sony не важно А у Майков я знаю только Грив 2 И то он раздается на Xbox 360 Так что имейте в виду, что если вы собираетесь провести месяц на природе Или в офлайновых играх, есть смысл кое-что приостановить на месяцок Но вряд ли компании от этого сильно потеряют Microsoft, я думаю, вообще может существовать еще пару десятков лет На одной только прибыли от продаж Майнкрафта Если вы не знали, то игра продается по 10 тысяч копий в день А тут внезапно еще одна новая версия вышла Для Oculus Но не Rift Помните, как компания делала очки для Самсунга? Вот, теперь Майнкрафт заработает на них, но не на больших Oculus Rift Galaxy S7 50 тысяч рублей Очки GearBR 7 тысяч рублей Minecraft 500 рублей Уж лучше купить Oculus Rift и ждать порт для него Если кому-то, ну, очень нужен мобильный Майнкрафт Вернемся к играм большим и серьезным Ну, насколько можно назвать Doom серьезным? Разработчики игры внезапно вспомнили, что у них есть еще и одиночная компания И неплохо показать геймерам ее Запись стрима вы найдете в статье по ссылке в верхнем правом углу Если вам не хочется смотреть все полтора часа, то там есть описание с таймингами Играли разработчики на версии для PlayStation 4 И выглядит она довольно неплохо Ждем 13 мая Ведь не Call of Duty единого Кстати, вчера я рассказывал вам, что новая часть игры будет называться Infinity Warfare А сегодня твитер-аккаунт серии непрозрачно намекнул на ремастер четвертой части игры Под старым, под старым старым твитом одного из пользователей сервиса, в котором было написано Если я услышу слова Call of Duty 4 по PlayStation 4 Remastered, то буквально надену себе в штаны от радости Появились два официальных эмоции Внезапно котенка в нем озвучил сам Киану Ривз Создатели фильмов постеснялись звать актера в фильм, потому что боялись его гнева за такой плагиат А он так оценил идею, что сам вызвался поучаствовать в проекте Специально для него в фильм добавили Bad Trip, в котором котенок поговорит с главным героем Кстати, актер писался по скайпу из Италии Так что если вы вдруг вздумаете ругать Максима Иванова за запись подкаста по удаленке То просто подумайте, он как Киану Ривз А с вами был Павел Пивоваров А с вами был Павел Пивоваров До встречи завтра в 20.00 на том же самом сайте Друзья, этот милый котенчик очень грустит, когда вы не делаете репосты наших видео и не подписываетесь Нажмите на котеночка, чтобы подписаться на наш канал Всем мур-мур, пацаны!